Всем понятно, что никакой войны, кроме очень смешной, да, не будет, и достаточно Западу, ему не нужна никакая война, ему нужно немножко подождать и в следующий раз, вот на следующем крутом повороте российской истории, просто сделать вот так, да, сложить руки и ничего не делать. Ведь в 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками помощи вот эти вот проклятые пиндосы и гейропы, да, и это было, это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти, но это было и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов Соединенных Штатов Америки в воздух поднялись. Десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было и называлась эта операция Provide Hope, да, Подари надежду, никуда от этого не денешься. Чуть позже, кстати... У вас, кстати, картина на эту тему, насколько я знаю, висит. Погоди, мы сейчас дойдем, да, да, вот чуть позже самолетов ВВС стало не хватать и Минобороны фрахтовала за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом и везли все это в Россию. Но это же то же самое дело, ну, правда, без такого американского пафоса и проклятой гейропы, да. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов. И это были десятки тысяч тонн, их доставляли, они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались, да. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, в больницах, в детдомах, в стариковских приютах. Вот среди тех беднейших людей, которые нафиг никому не были нужны, которые переломом эпох были обречены на голодную смерть, их выкормили этой гуманитаркой. Потому что величественный Советский Союз оказался мыльным пузырем, и когда он лопнул, на его месте осталось только влажное пятно, и в этом влажном пятне не было ничего, ни лекарств, ни продуктов, да. Это мое же, да, секундовское время, и я-то очень хорошо помню. Эти склады, я очень хорошо помню прибытие этих бортов, и я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах в стариковских за какое-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, 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 набитые всем этим, и для чего шли? Для того, чтобы вот эти вот спасенные люди отъелись бы, забурели, забыли, как будто бы им память стерли и стали проклинать пиндосов. И причем где-то у меня валяется потрясающая секундовская хроника про ветчину, где в приюте, в стариковском, получив бельгийскую ветчину, старушки целуют глобус. Да, это может быть не всем было нужно, но самым бедным сохранила жизнь именно эта операция. И вот нахрена западу война, потому что когда ситуация повторится, а она повторится неизбежно, тогда тоже, вероятно, будет проведена операция. Вот на всех аэродромах США, Австралии, Европы не поднимется в воздух ни один транспортный самолет. Будут стоять локхиды, и они будут стоять с выключенными двигателями, пустые, холодные, и называться это операция. Будет не про Вайт Хоуп, а Бьюри Хоуп, да, то есть похороненная надежда. И это будет всего-навсего справедливо, да. Вспомните, там, двуглавого в 90-е, да, висел обдерганный скелет, а Жирок он набрал уже на гумпомощи. Помнят и ножки Буша, и всякие посылки. Но, правда, некоторые пишут, да, это было, но это было унизительно. Ну, понятно, понятно, но вот это было унизительно, тогда они получат действительно в какой-то момент это Бьюри Хоуп, да. И чего я, собственно говоря, так разошелся-то по этому поводу? Я вспомнил почему, потому что окончательно решена судьба американского консульства в Петербурге, да, два года назад оно было закрыто, вместо американского флага на нем была поднята шкура мамонта, по-моему, да, обрывок. И оно было законсервировано до лучших времен, и, вероятно, эти лучшие времена наступили, потому что бывшее консульство окончательно нашло нового хозяина. Это прекрасный человек, патриот, путинец, он там размещает гостиницу, и он высказал пожелания дизайнерам, чтобы духа Америки не было так, что открытие американского консульства теперь в Петербурге ждать более вообще никогда не следует. И, кстати говоря, действительно сегодня обычного для этой стены великого русского художника Копейкина замещает его коллега Айвазовский. Эта картина, она называется «Раздача продовольствия». Да, это на тройке с американским флагом. Дело в том, что у американцев вообще вот есть такая привычка спасать голодающую Россию, и когда в свое время царь продавал за границу гигантское количество зерна, в это же время дохли от голода целые губернии. Если бы американцы тогда не наладили поставку, то, вероятно, трупов было бы гораздо больше. Спасибо.